Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». Программа, которая доказывает, что ошибки можно исправить. И нет в жизни ничего невозможного. Мы верим в то, что добро рано или поздно победит зло. А сила настоящего желания так велика, что может свернуть горы. Сегодня вы снова в этом убедитесь. Которыми движет чувство вины. Это чувство имеет мощную силу. Причем как разрушительную, так и созидательную. Самое удивительное, что часто эти люди ждут встречи, даже не надеясь на прощение. Для них важно знать, что человек, перед которым они виноваты, просто жив и здоров. Именно такой была заявка на поиск Елены Ивановны Маленки. Здравствуйте. Проходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проходите. Диванчик на зеленый. Здравствуйте. Проходите. Не волнуйтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Ивановна, расскажите нам, кого вы ищете? Я разыскиваю своего сына Денис. Мунтян Денис. Я его родила в Одессе. В 91-м году. У нас был дом с проблемами. Холодный. Но тяжело нам было. Я его оставила в роддоме. Те годы были очень тяжелые, нелегкие. Мне попросили приходить почаще, чтобы принести ему молочко, детское питание. Тогда был дефицит этого всего. Я возила, была, была, несколько месяцев. Потом я перестала. И потом я уехала в Москву. Начала торговать, хотела собирать денежки, чтобы купить квартиру, чтобы Денис чувствовал себя не в таком доме, где я была. Но я хотела, чтобы он был в других... В других условиях. Я начала так, чуть-чуть поднялась. Поехала в Белгород-Днестровск, где его перевели уже в детском доме. Из Одессы в Белгород-Днестровск. Поехала туда. И я сказала, я его забираю. Приехали в Молдавию. И говорю, мама, что делать? Нам надо что-то решать. И я забираю их с собой в Москву. Маму и ребенка? И маму, и ребенка. Тяжело мне было, нелегко. Мне тут надо работать. Я попросила мама, давай будешь сидеть с ним в квартире. Она начала сидеть с ним. Я торговала. Говорит, я не могу, он меня не слушает. Он вообще меня не слушает. Говорю, мама, ты что? Отец ребенка где был в твоем? Это просто была такая встреча короткая. А он вообще знает, что у него родился? Даже не знает. Ну и вот. Я беру его на рынке. Ребенок замерзает. Я говорю, мама, что нам делать? Ребенок же не может с нами сидеть на рынке целый день. В холоде. Обратно взяла его мама и поехала в Белгород-Днестровск. Подождите. Когда мама сказала, что она с ним не справляется, сколько лет было? Четыре года. Четыре года. С половиной, да, где-то так. Отвезла его обратно туда, в детский дом. В детский дом опять вернула. В детский дом обратно туда. Я надеялась, я надеялась, что он еще побудет, еще годик там где-то, и я его заберу. Не получилось. Погорело на товар. Все у меня испортилось. Я торговала мясом. У меня холодильная камера, и у меня все испортилось. Я осталась. Я уже не знала, что делать. В Москве? В Москве. Я осталась на нулях. То есть вы не могли вернуться обратно в Белгород? И я не могла, я не поехала к нему. И мне никто не помог ни в чем. Я была как в океане, одна. А где мама сейчас? Мама у меня в дом престарелых. Перелом шейки бедра. В 2013 году была. Вы знаете, наши корреспонденты встретились с вашей мамой, они навестили ее в дом престарелых. Вот что она рассказала. Давайте посмотрим это, пожалуйста. Молдавия. Село Нагаряны. Вот в этом доме-интернате почти полтора года живет Сильвия Ивановна Маленькая, родная мать Елены. У меня одна дочь. Лена. Я сама растила ее, потому что муж убил ток. А как вы оказались в доме престарелых? Я упала и получила сложный перелом. Делали мне операцию. Ну, кто мне будет ухаживать? Ухаживала девочка несколько времени. Но надо деньги. Деньги надо. Здесь, вдали от родственников, Сильвия Ивановна часто вспоминает о внуке, которого не видела много лет. Такой красивый мальчик. Глаза черные. Да, глаза черные. Волосы черные, волосы такие, тесные волосы. Да. Я за него дрожала, чтобы не потерять его. Дочка, она привезла из Москвы, потому что она была на работе. И она привезла меня. Мама, будешь смотреть за внуком, за Дениской. Дениской его звать. А у нас дом, на провале он, холодный дом, потому что под домом был большой подвал. А подвал, вы знаете, в жизни он дает, этот сквозняк большой дает. И полы были как лед. Один раз, это было около ночи, случилось с ним. Я щупаю его. Хорошо, что щупала. Он весь как огонь. Весь как огонь. Температура. Температура большая, и он простыл. Пол. Пол его тянул сильно. Я встала к термометру. 40 градусов. На 41 градусов уже взрослый человек не терпит. Только дети терпят. Сразу у меня уколы. Сразу у меня таблетки. Потом я ставила термометр. Это под утро. Температура 37. Мама милая, спасибо тебе, Бог. Спасибо. Ты спас мой ребенок. После этого я скажу правду. Я интересовалась, где детский дом. И пошла до этого, Белгород-Днестровск. Там очень хороший детский дом, мне сказали люди. Пришла эта директорша. Здравствуйте, здравствуйте. Вы откуда? Я в Шалдонежский район. И что вы хотите? Оставить ребенка. Почему? Потому что у нас дом большой и очень пол, как лед. И я боюсь, я чуть не потеряла неделю назад ребенка. Я чуть-чуть не потеряла. Хорошо, что у меня было все, лекарство, и было шприц, и было все на руках. И я делала все, и спасла жизнь его. Они не давали ничего мне на руках. Какую-то справку, какой-то листок с печати, с подписью. Ничего не давали. Только взяли его за рукой и в ребят. и я взяла на руках, обняла его, взяла на него и так с нами всю дорогу плакала. Вот так было с ним. Как вы сейчас не жалеете, что не оставили Дениску? А какая мать не жалеет, чтобы оставить ребенка? Вы понимаете это? Я не знаю, если бы я его сейчас видела, я не знаю, что бы сделала я. Если бы он был сейчас, мне кажется, что такие боли у меня, но я прыгнула, я прыгнула. Я упала. Я бы упала на него, на колени, на колени, чтобы он меня простил, чтобы он меня простил. если он сможет, если он хочет, если он сможет, мне простить. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Былает. Мама раскаивается очень в том, что она сделала, что она оставила ребенка, не смогла с ним справиться, не смогла вам помочь. Не смогла, но... Мне надо было все тяжести преодолеть и не отправить. Вы знаете, я, может быть, выскажу сейчас вот свое мнение, но я ни в коем случае никому не навязываю. Я не представляю, вот какие могут быть обстоятельства, чтобы вот ребенка оставить, когда нет войны, когда нет какого-то сумасшедшего голода, когда кругом не стреляют и не рвутся снаряды. Я не представляю, как можно оставить ребенка, сдать его в детский дом. Я раскаюсь, очень раскаюсь. Я виновата, я виновата перед Дениском. Сколько лет вы его не видели? Сколько сейчас Денису должно быть? 2 января 29 лет. 29 лет. Доброслый мужчина. Ой. А вы столько лет не давали о себе знать ему? Да, я не была с ним. Хорошо, но вы что-нибудь известное по-черкому Денису? И я поехала 25 мая в Белгород, там, где оставила мама. Он оказывается в другом уже детском доме, тоже в Белгороде. И мне сказали, его не усыновили, вы сможете его найти, потому что он остался в эту фамилию Монтиан. И мне сказали, что он закончил нефтегазовый техникум в Одессе. я сразу же поехала в этот техникум. И из архива, да, говорят, у нас был такой студент, Монтиан Денис Валерьевич. Потом он перешел учиться в пищевой академии. Вы знаете, мы тоже обратились в академию пищевых технологий. Да. И нам кое-что удалось выяснить. Давайте посмотрим. Национальная академия пищевых технологий в Одессе славится своими выпускниками по всему бывшему Советскому Союзу. Чтобы найти Дениса Монтиана, в первую очередь мы обратились в архив академии. И вот, что нам рассказали. Денис к нам пришел после техникум в 2010 году. Он пошел сразу на второй курс, на факультете теплофизика. И в 2012 году он отчислился, я не знаю, по какой причине. Ну, неплохой мальчик такой, сказал, что сирота. Ну, наверное, для него это больной вопрос, поэтому он ничего не говорил. Он говорит, я ничего не знаю. И все. Я больше не спрашивала у него ничего. Ну, как всегда, видно, что ему что-то не хватает в жизни, как материнской любви, наверное. Ну, отделен, пришел материнской любовью. Денис бросил академию, но из Одессы не уехал. Он решил стать гидом, чтобы рассказывать о своем любимом городе. Мы застали Дениса в Одесском порту. Мне кажется, это идеальное место для интровертов, социопатов вроде меня, поэтому люблю сюда в принципе забегать. Люблю индастриал, люблю пром, всякие пром районы, поэтому не знаю, не могу объяснить. Просто здесь прикольно. А вот еще одно любимое место Дениса. Знаменитая Дерибасовская улица. Именно сюда он чаще всего приводит туристов. Мне интересно, как бы, мне интересна история города, интересна архитектура. И это, в принципе, интересно людям, не считаю. Денис рассказал, что сначала попал в дом малютки в Белгороде-Днестровском, а через несколько лет был переведен в школу-интернат в город Котовск Одесской области. Свою родную маму Денис почти не помнит. Я помню вообще там буквально каких-то пару моментов. Наверное, это скорее всего, что она была брюнеткой, если мне память не изменяет. И как я сейчас помню, по-моему, мы летали на самолетах. Это все, что я помню. Черты лица вообще не помню. На самом деле, никакой злобы, никакой обиды, никакой ненависти. У меня, я вообще в этом плане, мне, ну, как бы, все ок. Ну, как бы, так и надо, как бы, норм. Может, так сложилась, как бы, жизнь. Я не знаю, что там у нее было. Единственное, что я знаю, что, насколько мне известно, то она, когда меня оставляла в одного, то она, по-моему, уезжала на заработки в России, насколько мне известно. Я, ну, действительно, отвыкший от этого чувства. Ну, то есть, я в это слово, ну, по сути, ничего не влаживаю, ничего теплого, никакой заботы, ну, просто слово и все. Ну, в смысле, маман. На самом деле, действительно, сейчас такое время у меня, как бы, в душе такое некое беспокойство присутствует в том плане, что, как бы, хочется уже найти тебя и, и действительно, почувствовать, что значит вообще такое, ну, материнские объятия, назвать действительно вас тем, ну, как бы, тем словом и, ну, матерью. Поэтому я надеюсь на нашу скорую встречу. Думаю, наберусь смелости и все будет окей. Какой замечательный сын. Как жаль, что потеряно так много времени. Он не держит совсем зла на вас. Денис, хотите его увидеть? Катя? Ой, спасибо. Готовы встретиться? Он здесь. Денис, выходи к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Денис. Как дела? Привет. Да, и здесь? Вот здесь. Ну да, вот дымственно. Прости меня, если сможешь. Боже мой, как ты с легкостью так говоришь. Боже. Денис, я понимаю, что очень сейчас непросто. Нужно какое-то время. Но я уверена, что тебе хватит мудрости, чтобы восстановить вашу с мамой связь опять. У меня тоже немножко так мандраж. Я знаю, тебе очень сложно. Я представляю. Я думаю, что сейчас все в твоих руках. Да, конечно, все. Я снова с вами. Маме сейчас, наверное, сложнее. Мама наделала ошибок, за которые она очень переживает, раскаивается. Бери в свои мужские руки. Денис уже принял решение, мне кажется. Да и... Да, конечно. Денис, ты молодец. Спасибо тебе за мудрость и за великодушие твоё. Дай бог, всё будет хорошо. Спасибо вам. Лучше поздно, чем никогда. Да, это правда. Спасибо вам. Спасибо вам. Наверное, тот, кто никогда не видел своих родителей, в глубине души надеется, что это интеллигентные люди, успешные люди, которые в жизни много чего добились. Да, но зачастую образ, нарисованный им в воображении, имеет мало что общего с реальностью. Я хочу напомнить вам историю Яны Датской, которая приходила в эту студию в одной из прошлых программ. Давайте посмотрим. Яна Датская всю жизнь мечтала увидеть своего отца, который был осужден за убийство, и половину жизни провёл в колониях строгого режима. Вы знаете, об отце такие страшные вещи. Вы никогда его не видели. И всё равно хотите его найти. Была же вам моя сестра Двоевна, она всегда говорила, гордись фамилией. Благодаря отцу у меня такая красивая фамилия. Очень красивая, да, ЦК. Яна, вы понимаете, что человек, который много лет сидел в тюрьме, это, может быть, совсем не тот человек, которого вы ожидаете увидеть, которого вы себе представляете? Я готова. Наша съёмочная группа нашла Сергея Датского в тайге. Вот в этой хижине, где он жил много лет после выхода из колонии. Всё, как освободился, вот тут освободился, и вот тут построился, и всё, и остался. Вот на этом всё. Что вы ей хотели сказать? Вот прямо, вот как будто она... Что люблю я, люблю я. Любил маленькую и сейчас люблю. Спасибо вам большое. Я на него очень похожа, правда. Синие-синие папины глаза у нас. У меня дети с голубыми глазами. Я очень рада, что я его нашла. Я всегда знала, верила, что он жив. Мы не смогли привести Сергея Васильевича на встречу с дочерью, так как у него не было документов, и Яна приняла решение сама поехать к отцу в тайгу и убедить его жить вместе с ней. Если поедет, она найдет правильные слова, чтобы убедить его. Мне кажется, в этой истории есть вероятность счастливого конца. Продолжение и конца, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Разумеется, в тайгу мы Яну не могли отпустить одну. С ней отправилась наша съемочная группа. Вот только оказалось, что искать хижину в лесу Яне уже не пришлось. Посмотрите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Весть о том, что отец уже много лет живет в лесу, шокировала Яну. Не представляю. Лес красивый, густой. Но я бы в лесу не выжила. Я даже не представляю, как люди там живут. Сергей Васильевич не стал приглашать Яну в свою хижину. А назначил ей встречу в центре города. Сергей, вы видели программу? Какие эмоции были? Какие эмоции у человека всю жизнь не видел? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скорее бы обнять ее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это моя дочь. Мое золото маленькое. Я ее считаю еще маленькое. Если бы была возможность у вас поехать с дочерью, вы бы это сделали? Нет. Отсюда уже не уеду. Ну, что хотите Яне сказать при встрече? Сейчас сами увидите, услышим. А какие будут первые слова? А что? Родная. Я люблю. Ну что, спасибо. Здравствуй, моя родная. Угу. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тут же друг приехал. Кто нашел, везде меня. Хорошо выглядишь. Очень хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Меня красавец. Ну, конечно, есть кого. Как сапа. Хорошо. У тебя есть внуки. Четверо. Старшему Кирюше семь лет. Назарик. Назарий назвала. Ему пять и восемь. Внучка Софья. Максимовна красавица. Характер мамин, конечно. СМЕХ Дерется со всеми. Ей три в апреле было. Ну, и маленький Степан. Шесть месяцев. И все голубоглазые. Все? СМЕХ СМЕХ Когда Сергей Васильевич узнал, что он многодетный дедушка, сразу же отправился с Яной в магазин за игрушками. Ну, пойдем посмотрим, что тут. Вот игрушки все, смотри. Здесь, наверное, нет. Ну, давай. Я же не знаю, их не кушал. О, я же заметила только. Ты подстригся. СМЕХ Там был заросший. После магазина они отправились в кафе. Яна и отец еще долго общались. Она показывала ему фотографии внуков, а он только плакал и умилялся. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рада за Яну и за ее папу. Да, он совершил в жизни много ошибок, но сохранил, самое главное, любовь к своему ребенку. Я уверен, что теперь Яна станет для отца путеводной звездой. И когда у тебя есть дочь, а еще и четверо внуков, жизнь обретает совершенно много. Сейчас я хочу поговорить о том, что человек, потерявший близкого, очень нуждается в сочувствии и поддержке. А если никого рядом не оказывается, может провалиться в настоящую бездну. А из бездны вернуться бывает подчас не просто трудно, а невозможно. К нам в студию приехала Валерия Хоменко из Украины, чтобы объявить о поиске своей мамы. Здравствуйте, Лера, проходи к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, расскажи, Нин Мага, о себе. Приехала из Украины, живу в городе Харьков. Учусь в Южинском колледже, да, на четвертом курсе. А вообще родители были из Украины, да? Да, из Украины, мама и папа. Они приехали на заработки сейчас или как? Получается, сначала бабушка, это мамина мать, она приехала на заработки и позвала нас к себе в гости на праздник, на Новый год, кажется. И мы приехали на Новый год, мне еще тогда двух лет даже не было, и остались, получается, здесь жить уже постоянно. Вот. А что случилось с папой? Папу убили. Как мама перенесла трагедию? Тяжело, очень тяжело. Получается, и работу бросила из-за этого, и нечем было оплачивать жилье, и поэтому мы жили у знакомых. Потом она пыталась устроиться на работу, но без документов это очень сложно. А почему без документов? Получается, мы жили в Подмосковье, в деревне Апалиха, кажется, называется. И мы жили там, и у них не было денег, чтобы платить проживание. И они оставили в залог документы свои. И потом, когда они поехали уже отдавать деньги, мы уже тогда в Москве жили, они уже деньги заработали, они хотели отдать деньги и забирать документы, там уже было все закрыто, получается, ни хозяевов, никого там не было. Так они остались без документов. Без жилья, без ничего, вообще без ничего. Да. Ты написала в заявке, что последний раз ты видела свою маму, когда тебе было 9 лет. Да, правильно. Расскажи, пожалуйста, что произошло? Как вы разлучились с мамой? Маме приходилось много работать, и я часто оставалась с бабушкой, это ее мать. И мы остались с бабушкой вдвоем, поехали на природу. И когда мы уже возвращались домой, получается, нас остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. Документов не было, поэтому нас забрали в полицию. И оттуда, собственно говоря, уже меня никто не забрал, потому что документов у меня вообще никаких не было на то время. Так, а мама? Почему не приехала с тобой? А бабушка куда делась? Бабушка осталась в полиции, там провели сутки. И... Мама не пришла? Нет, она не знала об этом. И потом отвезли в поликлинику, а с поликлиники уже болтуфило. Ну, детский центр-распределитель. Ага. Скажи, ну вот когда тебя забрали в приемник-распределитель, что было дальше? Мама приезжала к тебе? Да, мама приезжала. Часто приезжала. Говорила, что заберет меня, только сказала, не знаю, откуда вы, с Москвы или с Украины. Потому что документов не было у нее ни своих, ни паспорта, ничего. У меня ни свидетельства рождения тоже не было. Получается, забрать она мне не смогла. Потому что было непонятно, кто она, мама тебе? Да, да, да. Может быть, какая-то посторонняя женщина. Так, и дальше? Я рассказала, что у меня бабушка в Украине живет, это папина мама. Рассказала, откуда я родом, я как бы помнила это, что с Харьковской области, с города Балаклия. И меня отправили в Харьковскую область. К бабушке? Нет. Нет? К бабушке нет. Меня отправили тоже в центр-распределитель. С Москвы в Киев, с Киева в Харьков. И потом уже у меня дочери взяли опекомство надо мной. Очень приятно. Вот оно что. У бабушки не получилось, потому что по состоянию здоровья она уже в возрасте и разрешила. Но бабушка приезжала к тебе, навещала тебя? Да, конечно. Сейчас мы очень хорошо... На самом деле трудно себе представить, что ты пережила в таком юном возрасте. Все эти переезды, приемники одним, другим, третьим. С приемной семьей повезло тебе? Да, повезло. Ну? Не с семьей, а с мамой. Повезло, очень хорошая она. АПЛОДИСМЕНТЫ Получается, она одна воспитывала не только меня. У нас еще было две девочки. И ее сын родной. Воспитывала у нас четверых. То есть у нее один родной сын и трое приемных? Да. Здорово. Героичная женщина, правда? АПЛОДИСМЕНТЫ И ты сейчас ищешь... Свою родную мать. Что тебе о ней известно? Что-то слышала? Как-то пыталась сама искать, может быть? Где она может быть? Пыталась в соцсетях, но ничего не получилось. У меня еще есть старший брат Саша. Он сейчас живет в Украине, до этого жил в Москве. И ему как-то знакомая сказала, что видела их с бабушкой на вокзале. Он поехал на этот вокзал, искал, но ее не нашел. Когда он мне это рассказал, я и решила подать заявку на вашу передачу. На вокзале ты имеешь в виду среди бездомных? Среди бездомных. Среди бездомных все-таки, да? Это я так думаю. Так точно никто не сказал, но... И несмотря на это, ты не боишься продолжать искать? Нет, не боюсь. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Ты знаешь, мы действительно подумали, что твоя мама может быть среди бездомных. Стали искать на вокзалах, в ночлежках. Посмотрим, что удалось выяснить. Поиск Валерии Хоменко мы начали там, где, предположительно, ее видели – на Савеловском вокзале. Вчера она была, позавчера. Где она была позавчера? В каком месте? Вот, вот здесь вот. Точно вы узнали ее? Да, да. А что она здесь делала? Ну, кто они? Милостыню собирали? Ну, конечно. Да, лицо знакомое, очень при чём. Когда в последний раз вы ее видели? Знаете, мельком как-то. Здесь поморщица работает, Зина зовут. Она скоро будет, вот она знает всех. Просто дождитесь и все. А где вот это вот помещение, где Зинаида? Как мы выяснили, уборщица Зинаида работает на двух объектах. И вполне возможно, что сейчас, когда мы ее искали, Зинаиду убирала подземный переход на Дмитровском шоссе. Мы решили, что еще обязательно вернемся в этот переход, а пока продолжили поиски. Нам сказали, что в этом подземном переходе она буквально два дня назад была. Я здесь первый, второй день стою только. А, то есть, может быть, вы просто ее... Может, не заметили, может, пропустила. Казалось, что мы буквально идем по следам Валерии Хоменко. Видел, похоже на нее. Но это было где-то, наверное, трое или четверть назад. Три дня четыре назад? А где вы ее видели? Ну, переходом внизу. Ребят, посмотрите, пожалуйста, на вот эту фотографию женщины. Вот она, вот она. Ее ищите на трех вокзалах. Ярославский. Там ее найдете. А когда вы там ее видели? Я здесь ее видел, неделю назад. Эта девушка была здесь, она сказала, что в Дмитровске. Сказала, поедет туда. Ей домой нужно уехать, 5-10-й. Мы тут сидели, короче. У нее еще родинка. Вот там, за ухом, у нее родинка. Я у нее спросил, у тебя такая же родинка, как у меня? Вот этот парень, Алексей Коньков, не только опознал Валерию. Оказалось, что сам он нуждается в нашей помощи. Мама у меня умерла, и папа умер. А родственники где-то должны были остаться. Я один, короче, в жизни. Отец Алексея, Анатолий Вялов, умер в год его рождения, в 1988-м. А его мама, Светлана Конькова, умерла в 96-м году. Алексей воспитывался в Красивском детском доме. Всю свою жизнь он мечтает найти хоть кого-нибудь по линии папы или мамы. Жили они в Тамбове. Просто я один, короче. Алексей, ты назови кого. Как тебя найти, если мы найдем? Сейчас бездомные граждане совсем другие по сравнению с тем, что было хотя бы 3-4 года назад. Когда я пришла сюда, то в основном бездомные были пожилые, немощные. Сейчас 40, даже меньше. Есть и 35, и еще меньше. Молодежь, которые, скорее всего, не нашли себя в жизни. В какой момент, как вам кажется, человек проходит вот эту вот точку невозврата, когда уже к нормальной жизни вернуться трудно? Ну, где-то, наверное, месяцев 6 и до года. Если в этот период человека не пытаться рисоваться, не задумываться... Да, не одумается, что это не жизнь, надо жить в нормальных условиях, то это все идет по накатанной ко дну. Валерию мы найти так и не смогли. Но тут неожиданно на площади появилась уборщица. Та самая Зинаида, которую мы разыскивали. Здравствуйте. Вы Зинаида? Да. Скажите, пожалуйста, вы эту женщину видели здесь? Хоменко Валерия Николаевна, 71-го года рождения. Молодая женщина, разыскивает ее дочка. Говорят, абсолютно точно в этом переходе стояла, собирала милостынь. И несколько человек ее узнала сейчас. Не знаю. Я, например, ее не знаю. Я всех знаю. Не может таком быть. Не может таком быть. Я ее не видела. Была бы я, была бы ее... Ладно, Зинаида, спасибо вам огромное. Извините. Валерия, так получилось, что последняя ниточка оборвалась. Но мы знаем, как зовут вашу маму, мы будем ее искать. И как только появится информация, мы обязательно сообщим. Мы надеемся, что все будет хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень страшно, когда люди переходят вот эту черту и не могут вернуться уже к нормальной жизни. И как страшно, когда смотришь на молодых. Это, конечно... Лера, ну, как видишь, твою маму среди тех людей мы не нашли. Хотя, кажется, что многие ее узнают, так уверенно говорят об этом. Ну, давай предположим такую картину, что если бы нашли маму в этой компании, что бы ты стала делать? Во-первых, наверное, как-то помочь ей пыталась бы, если бы я ее увидела. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это и хотелось услышать от тебя. Страх, конечно, безусловно, присутствует. Но все-таки это мой родной человек, поэтому ему можно переступить, я считаю. Ты, знаешь, ты очень мудрая девочка для своих лет. И я думаю, у тебя так великое желание найти свою маму, что тебя вот там услышали. И представляешь, совершенно невероятно в какой-то момент, когда мы уже просто отчаялись найти маму какую-то информацию, На нашу горячую линию позвонил некий Петр Викторович из небольшого поселения в Калужской области. Он сказал, что знает, где находится твоя мама. Наши корреспонденты сразу же поехали туда, в это поселение, чтобы все проверить. Давай посмотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Валерию знаю лет шесть уже. Давно, можно сказать, да. Хотелось как-то поменять ей жизнь, что-то хорошее ей внести. Жалко человека-то, человек хороший. Думаю, да, посмотрю на сайте, чем помочь-то, может, какие родственники есть. Посмотрел, да, действительно, казалось, что ее ищут. Найти это место не так-то просто. До ближайшего населенного пункта деревни Сляднево около пяти километров. До Калуги сорок. Посреди леса расположились четыре домика. В одном из них живет Валерия Хоменко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот мой дом. В этот дом меня пустили пожить добрые люди. Живу уже здесь шестой год. Очень хорошо здесь. Здесь природа, хоть и железная дорога недалеко, но она не мешает. Так в тишине и покое Валерия Николаевна живет уже почти шесть лет. По городской жизни не скучает. Говорит, здесь и дышится легче, и от голода не умрешь. В лесу по сезону очень много грибов. Белые, подберезовики, подосиновики, опята, маслята. Вот масленок, который я буду срезать. Вот он. Вот он хороший. До этой скромной жизни посреди полей и лесов у Валерии Николаевны была совсем другая жизнь. В ней были муж, дети и большие планы на будущее. Первый сын родился у меня в 1990 году, 8 августа. В 1999 году родилась дочь Валерия. Она такая жизнерадостная, такая умничка, такая добродушная, такая милая девочка, принцесса. В 2001 году семья переехала из Украины в Москву в поисках лучшей жизни. Но надежды не оправдались. Денег не было, найти жилье не получалось. Вскитались пять лет вот так вот. Ну, никак не могли вот выйти из этого. Потом наш папа поехал, ну, с другом по делам, и не вернулся домой. Нашли Боткина в больнице в реанимации. Он умер ночью, не приходя в сознание. И тогда у нас вообще пошли сплошные беды. А Валерия Николаевна не могла справиться с горем. Начала выпивать. Потеряла документы и осталась без крыши над головой. Бабушка, я и Лерочка жили одно время под лестницей. В общем, на ночь приходили целый день. Шлялись, шлялись. Продавали, продавали, чтобы на жизнь что-то заработать, на покушать, в общем. И... Ну, а жили под лестницей. Дети часто оставались без присмотра. Вскоре их забрали органы опеки и отправили на Украину. Сначала сына Сашу, а потом и дочку Леру. Лерочку не представляю, как она без меня. Вся вот эта вот... Все дед, ну, юность. 20 лет уже, девчонки. Знаешь маму? Со стыда сгорю, конечно. Мне так в душе горько, стыдно и обидно, что так произошло. Но уже ничего не изменишь. Мои дорогие, любимые дети. Сыночек Сашенька и доченька Валерочка. Лерочка-то моя куколка. Я вас очень-очень люблю. Вы меня простите, что очень много хлопот вам принесла в этой жизни, чтобы так все произошло и что мы потерялись. Я очень жду вашей встречи с вами. Не знаю, простите вы меня или нет, но попытайтесь. Все-таки ваша мама. Все-таки я вас очень-очень сильно люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава богу, мама совершенно не похожа на людей, которые перешли вот эту вот грань. Мама работящая, она сохранила достоинство. Она пытается вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что это не ее узнавали на вокзале, естественно. Какая-то ошибка. Скорее всего, да. Какие ощущения у тебя внутри? Что ты чувствуешь? Пока я даже не могу понять. Сложно, да? Сложно, очень сложно. А как ты думаешь, как мама отреагировала, когда мы предложили ей поехать в Москву? Я хотела бы, чтобы она отреагировала положительно. Конечно, она приехала. Давай встречать маму. Валерия Николаевна, идите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ты так... Все хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА У тебя не в шоке, но у тебя главное не повторяй своих ошибок. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да я не повторяю, видишь, я хотела вас найти, но у меня не было возможности. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вот и сейчас нашлась. Такая маленькая, такая красивенькая, такая локолка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вера, ты приехала ведь не одна? Валера Николаевна, здесь за кулисами находится человек, который очень много сделал для вашей дочери. Это ее приемная мама. Ее зовут Ольга Владимировна. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Она сделала все от себя зависящее, чтобы Лера выросла счастливая, умница, красавица, мудрая девочка. И чтобы она вас нашла. А где она? Я думаю, что вам нужно обязательно с ней встретиться. Лера, познакомишь? Да. Мам, проходите вот туда. Давайте, давайте. Знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЕКЛАНЫ ГЛОСОН ГРОСОНА Все позади. Боже, я умру сейчас. Нам было страшно. А мне как-то было страшно. Мне сейчас страшно. Все позади. Почему сейчас будем общаться? АПЛОДИСМЕНТЫ Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова